С 2012 года компания активно начали заниматься созданием мощностей по утилизации ПНГ. На сегодняшний день около 90%, а у нас ориентир 95% утилизации по всей стране, около 90% уже утилизируется. Вот цифра, вот здесь я у Лукойла видел, у них 97,4%, у многих компаний уже больше 95%. То есть, в принципе, на самом деле, за такой короткий промежуток времени сделать большие вливания инвестиционные и создать инфраструктуру для утилизации объема того ПНГ, который раньше сжигался, там более 50%, ну, около 50% сжигалось попутного нефтяного газа. Все хорошо помнят, что наша страна была на первых местах в мире по сжиганию газа. Все экологи на нас пальцем показывали, но вот мы все напряглись и создали необходимые условия для того, чтобы мы стали первыми по уровню утилизации использования попутного нефтяного газа, за что я хотел бы поблагодарить всех наших нефтяников, которые, скажем так, для начала немножко посопротивлялись, а потом все встроенно начали эти проекты реализовывать. Значит, это плюс. Плюс ко всему в рамках года экологии, который в этом году проводится, у нас подписано с нефтяными компаниями 13 соглашений, ну, фактически все, кто здесь присутствует, со всеми у министерства есть соглашение, как раз по реализации мероприятий. Это и очистные, это и улавливание выбросов, ну, и многие-многие другие экологические проекты. Сумма около 65 миллиардов рублей, которые потратит в этом году компания в рамках года экологии на реализацию этих мероприятий. Мне кажется, тоже хороший пример. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ